Здравствуйте! В эфире программа «Будьте здоровы» и ее ведущая доктор Найра Вилумян. Сегодня у меня в гостях потрясающий человек, прекрасный доктор. Я бы сказала, гениальный доктор с большой буквы, доктор Надира Елдашева. Надира, здравствуйте! Здравствуйте, Наира! Очень приятно сегодня с вами встретиться. Вы так много расхвалили, мне даже неудобно. Я сказала совсем маленький процент из того, что я действительно о вас думаю. Я бы хотела, чтобы сегодня мы могли поделиться со зрителями, рассказать, какая вы, что вы можете, потому что ваша история и вообще вот и то, что вы построили, и то, что вы создали, кто вы есть. Да, это действительно достойно того, чтобы об этом говорить, и говорить много, и делиться вот этими знаниями. Спасибо, что вы пришли. Спасибо. Надира, в первую очередь мне бы хотелось спросить про вас, про ваш профессиональный путь и про то, как вы приняли решение стать доктором. Ну, во-первых, я росла в семье врачей, потому что у меня мама врач, дедушка-бабушка врач, он был еще лекаром у нашего каканского хана, потому что мама со стороны какана родилась. И дедушка всю войну с бабушкой прошли, они оперировали всю войну в поезде, работали, были хирургами. И вот так лечили, они рассказывали, что они вот спят, руки вверх, чтобы вот эта стерильность не нарушалась. А потом уже мама, и когда вот я росла, я все это слышала о медицине, слышала, как они делились, как они советовались. И мне всегда было интересно. А когда я приходила к маме на работу, мне очень нравился запах, честно, вот этого. Всех этих лекарств заходила в аптеку, я просто радовалась, мне так нравилось все это. Ну, и так вот и получил, что я в жизни захотела стать врачом. То есть вы влюбились в эту профессию, получается, с детства. А как вы приняли решение именно пойти в кардиологию? Кардиология – это базовое, первое образование? Нет, нет, я просто пошла, закончила медицинский институт, Ташкентский медицинский институт в 82-м году. Работала врачом, интернатуру я проходила именно в кардиологии. Когда я уже проходила в кардиологии интернатуру, и вот там я, конечно, мне просто понравилась. Я захотела, я поняла, что я, оказывается, хочу заняться кардиологией. А пока я училась, мне все нравилось. Я в любой профессии, мне казалось, что я и в этой профессии буду работать, и в этой. И в итоге у меня получилась кардиология, выбрала я. А вы кроме кардиологии еще что-то, то есть как-то дополняли потом эти знания? Как это происходит? Не, ну я, конечно, я, во-первых, работала сначала терапевтом, потом постепенно стала писать свою кандидатскую по кардиологии. И потихонечку перешло у меня как бы направление кардиологии. Но я одновременно была главным врачом больше 20 лет в Ташкенте. И там я постоянно каждый год проводила аттестацию рабочего места своих врачей, медсестер. И так как ты когда делаешь на аттестацию на занимаемой должности, мне приходилось знать все профессии. Я же их экзаменировала именно по всем. И окулиста принимала, и терапевта, и кардиолога, и пульмонолога всех. И всем задавала вопросы, мне нужно было все знать. Плюс я была заведующим отделения, также до этого еще терапии. И мне приходилось продлевать больничные листы, делать ВКК, готовить больных на ВТЭК. А значит, разные болезни мне приходилось лечить и готовить пациентов. Поэтому лечила я все болезни, так сказать. То есть отсюда у вас такое видение, потому что у меня такое ощущение, что вы как будто бы над всем. То есть вы настолько комплексно подходите к этому, что откуда-то же это должно было взяться. Ну это все просто интересно было. Мне интересно, я очень много учила иридодиагностику. То есть я ставила диагнозы именно по зрачку глаза. Я изучала иглотерапию, су-джок. Я ездила даже в Китай и учила иглотерапию, и проводила лечение. И у меня очень много больных ходили. Пожалуйста, полечите маму, полечите папу. Потом как-то я отошла, потому что я стала себя плохо чувствовать. После того, как они выздоравливали, а я себя как-то чувствовала не то. То есть я принимала какую-то энергию, но я не знала, как от нее избавиться. Ехать опять в Китай и спрашивать учителей своих, как снимать вот эту энергетику, у меня просто времени не было. И потом я все-таки углубилась в кардиологии и стала кардиологией заниматься больше. А вот знаете, хочется спросить, просто любопытно, доктор ходит к другим докторам? Ну, обычно не ходит, обычно звонит и советует, если вдруг надо. А все анализы, если нужно, мы делаем, врачи делают сами у себя. Но здесь в Канаде я заметила, и никто никогда не стеснялся, это в нашем Советском Союзе. Здесь в Канаде я заметила, что есть специальная клиника в Даунтауне, куда они платят там несколько тысяч как фи, что они туда как бы числятся там в этой клинике, и там все конфиденциально. И они там обследуются, они там лечат туда, в основном и лейра ходят, большие бизнесмены ходят. Как бы они не хотят рассказывать о том, чтобы кто-то знал, с чем они болеют. И они вот туда ходят, они там обследуются, они там лечатся, все равно хоть это ухипом покрывается, одновременно они там доплачивают что-то. Вот. И вот о них врачи лечатся, конечно, лечатся. А есть потребность ходить к другому врачу, если ты вроде как уже все знаешь? Ну, понимаете, когда человек сам, врач, болеет, вот это еще раньше говорили, человек теряется. И о том, что ты знаешь, что ты все знаешь, ты начинаешь думать и уже чувствовать, у тебя симптомы и это, и это, и это болезни. Хотя на самом деле это всего лишь одна болезнь, и человек уже путается и нервничает. От этого у него давление поднимается, стресс появляется. Поэтому если врачи чувствуют, что это совсем нехорошо, они просто идут в свою клинику, где там лечат конфиденциально. А вообще врачи сами своим здоровьем управляют. И многие врачи занимаются здоровым образом жизни. Поэтому я знаю очень-очень много врачей в бывшем Узбекистане и здесь в Канаде, которые они сами себя вовремя останавливают. Например, они к нам приходят, многие врачи, на стресс-тесты. И мы их пропускаем, они проверят, вечером приходят после работы, никакого мухи не покрываем, они сделают тесты, сделают УЗИ, проверим. Главное, чтобы мотор работает в сердце. А все остальное, они говорят, это не страшно, так что это можно контролировать. И почини, печки – это все же наше питание, наш образ жизни. Так что много-много врачей, которые следят за своим здоровьем сами. Получается, что да, что как раз-то они следуют такому образу жизни, что не жди, когда где-то заболеет. Когда что-то пройдет, да. Легче предотвратить, чем лечить какую-то болезнь. И они это знают. Просто так интересно, да, вот люди, мне кажется, к машинам часто более внимательны, чем к своему здоровью. Они же не доходят до того, чтобы машина встала где-нибудь на хайвее, правда? То есть они ее периодически меняют массу и так далее. Но к себе почему-то отношение совсем иное. Как-то, знаете, образ жизни. Все куда-то торопятся, все куда-то хотят успеть и что-то добиться. Особенно это вот наши мигранты. Если в Бывшем Советском Союзе там образ жизни был установлен, у них уже дома свои, понимаете, постепенно покупают на свою зарплату машины, и они знают спокойно, у них все это обеспечено. Здесь, когда они приезжают уже как бы в возрасте, и они хотят догнать того чувства, что какие они были там, при каком положении, и чтобы были они хотя бы примерно в таком положении здесь. И поэтому они работают очень много, очень много, и по 10, по 12, по 18 часов. Мало спят, устают, нервничают где-то во многом экономят, и кушают как бы что попало, понимаете, неправильно, и неправильный образ жизни. И вот здесь вот они как бы срываются. Поэтому я считаю, наши мигранты должны все равно помнить, что не надо никуда терапиться. Пускай будет там на 3 года позже, на 4 года, на 2 года позже, но лучше вовремя пойти к врачу, если только они что-то почувствовали, и вовремя ложиться спать, отдыхать, вовремя питаться и правильно питаться. И быть побольше на свежем воздухе, потому что здесь гиподинамия, она убивает. Люди именно мало двигаются. Вот вышел, сел в машину, вышел из машины, зашел 2 шага, ну 20 шагов, зашел в офис опять сидят. Эти компьютеры, это облучение, это стресс. Поэтому люди должны при малейшей возможности больше быть на воздухе. Хотя бы начинать с того, чтобы парковаться подальше от своего рабочего места, то есть от работы, чтобы хоть немножечко пройти, хоть там 7-10 минут пройти пешком. И все, и правильно, и летом по возможности выходить на природу. Здесь столько много парков, надо выходить, отдыхать, дышать, встречаться с друзьями, общаться. И это тоже эндорфины. Не только в джим пошел, натренировался, накачался, все свои суставы добил, так сказать, понимаете, думает, о, вот я делаю, я вот качаюсь, мне хорошо. Нет, надо эндорфины зарабатывать, но только вот на этих джимах, общение с друзьями, с родными, на воздухе, вот так. Позитивные впечатления, да, собирать? А как, вот допустим, вы говорите про свежий воздух, а можно, например, вместо этого открыть окно дома? Это считается свежим воздухом? Это считается свежий воздух, но это мало. Это для пожилых, которые могут выйти на улицу, где когда скользко боишься, либо им тяжело, одышка, да, и со свежим воздухом. Вообще я рекомендую спать с открытым окном, ну, хоть немножечко приоткрыть. Конечно, я понимаю, что кондиционер, отопление работает. Ну, я, например, ставлю что-то, закрываю отопление, или я просто закрываю отопление там, где окно в спальне, и всегда сплю вот с приоткрытым окном. Желательно не сквозняк, закрыть дверь, а окошко прядка. Потому что кислород – это воздух, тем более канадский кислород, канадский воздух. У нас же чистейший воздух, правда? Да, да, это, ну, я не считаю, что в сторону пикеринга, джакс, где там всё-таки немножко воздух не такой чистый, то лучше спать с открытым окношком и со свежим воздухом. Человек лучше спит, он высыпается, он отдыхает, а если он выспался, значит, он на свежий день лучше себя чувствует и больше работает. А есть ли какая-то температура, которую вы рекомендуете поддерживать дома? Или это индивидуально? Индивидуально. Но вообще-то, конечно, я бы хотела быть 20-22 максимум, а ночью, чтобы было 18. Потому что когда свежий воздух, когда попрохладнее, человек лучше спит, лучше дышит, чем бы он спал в жаре, понимаете, в тёплом воздухе. Так интересно, знаете, даже у нас в гипнотерапии холодное место считается, что оно лучшее условие для наведения транса. Да. Удивительно. Я всегда думала, наоборот, тепло, уютно, и ты засыпаешь. Нет, всё наоборот. Да, совершенно. Скажите, Надир, ещё такой вопрос. Ну, чтобы про вас ещё немножко. Я знаю, что вы говорили про родителей, вы говорили про то, как вы выбирали профессию, но ведь на вас же династия не остановилась. Ваши дочки, я так понимаю, что это продолжается теперь у ваших детях? Да, это продолжается у моих детях. Хотя одна очень хотела пойти в медицинский. Я ей сказала, не надо, хватит уже, живи для себя, потому что быть врачом – это тоже нелёгкое. Моей мамой днём и ночью, и под утро могли позвонить, и вызвать, и позвать. Я набрала свою сумку, там тогда был тонометр ворочи, такой вот тяжёлый тонометр, фундескоп, набрала и шла куда-то. На вызов не могла отказывать, хотя она была была врачом. Так что я говорила, живи для себя, вот иди в бухгалтерию. Потому что даже и врачам нужны бухгалтеры. Ну, так получилось, что она стала, она стала именно финансистом. И, так сказать, закончила магистратуру. Но, приехав сюда, она сказала, мама, разрешите, я пойду в медицинский. И пошла старшая, и, глядя на неё, вторая тоже, мама, ну, пожалуйста. И я её пустила, и третья тоже она пошла. И вот она в этом году, младшая моя, заканчивает. Она уже приезжает летом, дай бог. Она будет наша первая, она врач. А в следующий год другая будет. Уже фэмили доктор приедет, и уже через два года третья приедет. Она кардиология делает фэллоу-специализацию тоже в Нью-Йорке. Поэтому так постепенно... Как вы ни старались? Так мы никак не старались. Я именно и возила младшую с собой. Перед тем, как пойти в медицинский институт, я её возила в командировки, где мы принимали по 100 больных. И это была жара, 40-50 градусов в пустыне. У меня поезд поликлиника, который я организовала там много лет назад. Поезд? Поезд поликлиника, да. Я в Ташкенте организовала в 2002 году поезд поликлинику. Из старых вагонов построила поезд поликлинику. Который состоит из 7 вагонов. Там 2 вагона поликлиники. Один вагон рентген-вагон. Один, значит, как его, спальня, где врачи и медсестры спят. Один рефрижератор, который качает электричество, когда мы приезжаем в поликлинику. Какой-то арт-объект даже. Да, это прям целый поезд, оно поликлинику. Это по типу, как мой дедушка рассказывал, как они в поезде оперировали. Так я сделала этот. И он нас поддержал президент и выделил деньги. Да, я бегала по посольствам, собирала гуманитарную помощь. Нам выделяли оборудование бесплатное. Дали мне. Очень много помогло японское правительство. Ну и так вот. Два года назад я ездила в Бекистан. Там справляли 20-летие моего поезда, который он так и ездил, Саламат-Лик. Сделали там музей. И вот это было все очень интересно. Ну, в общем, короче, вот так вот. Я когда возила младшую дочку, я говорила, ты видишь, тяжело работать. Вот ты видишь, по 100 человек в день. Я только принимаю больных. Она говорила, нет, все равно я буду врачом. Ну и она действительно, она там 3 года училась. Потом здесь ее в ТИ закончила, бэчелор. И вот, короче, вот она стала тоже врачом. И подъезжает. А мне кажется, знаете еще что? Вот чтобы вы не говорили, смотрите, вы светлая. И ребенок, да, для ребенка не важны слова. Ребенок считывает с вас, да, что вы любите то, что вы делаете, что вы, да, что вы светитесь с тем, что вы делаете. И вы вот этого как не хотите, вы не можете это вот прикрыть, спрятать. Да, наверное, может поэтому она у меня, вот это вот именно, которая рвалась, она, считай, 15 лет шла до того, как она стала врачом, считай. Мы так на днях с мужем считали 3 года мединститута в Ташкенте, 4 года бэчелор здесь, уже 7 лет, год она лабораторию еще прошла, программу. Потом 4 года медикал скул, потом 3 года резидентуры, итого 15 лет. И она выбрала профессию именно пожилых, она будет, конечно, кардиологически принимать, но ее интересуют больше пожилые геронтологии, именно джериатрик. Именно она любит работать с бабушками, дедушками, с пожилыми. И она говорит, что это интересно, когда пожилой человек, его лечишь, и у него столько много болезней, и ты думаешь, сортируешь все эти лекарства, что можно дать, чтобы не повлияло на ее, на другой орган, ну и, в общем, она вот... Ну и такие, как ваша дочь, они, слушайте, они, получается, нам жизнь будут продлять, потому что, да, ну, то есть, как сделать так, чтобы, да, чтобы отсрочить этот момент старости, да? Да, продлить старость и быть более на ногах, более соображать, и чтобы не зацепил никакой Альцгеймер или какие-нибудь Деменциес старческие, поэтому надо удержать. Правильно лечить, правильно подбирать лекарства, чтобы пожилые долго могли себя обеспечивать и быть здравыми. Как вы считаете, сейчас болезни наступили... Ну, с одной стороны, говорят, что сейчас все, мы болеем раньше, да? То есть, все болезни приходят раньше, что они молодеют. А с другой стороны, живем мы дольше. Раньше, потому что, во-первых, образ жизни. Дети не высыпаются. Вот если мы, например, в школу ходили, например, первая смена, два часа заканчивалась, приходили, успевали делать уроки и уже бегали во дворе и играли. Либо вторая смена. Они до обеда играются, что-то делают, какие-то уроки уходят, и в шесть максимум они приходили домой. А сейчас же дети, во-первых, школы далеко, расстояния большие. И они уезжают в семь по восьмому в школу и приезжают, заканчивают в четыре, приезжают домой в пять. И там так много задают. И, понимаете, они уже все, особенно сражеклассники, раньше 12 час не ложатся. Остают шесть. Уже не досыпание. Уже они на свежем воздухе не бывают вообще. Потом эти компьютеры, вот эти телефоны, вот эти наушники. Это же все облучение. Это вокруг вас постоянно вот эти вот электрические вот эти все волны ходят. И, конечно, иммунитет у них падает. И стресс у них, постоянный стресс. Хоть и говорим, мы учатся здесь пять дней, а у нас учились шесть дней. Здесь лонукенды. Но этого не хватает. Они постоянно, молодежь в стрессе находится. Поэтому у них иммунитет падает. И сейчас же всякое, очень много искусственной патологии, искусственных этих всяких вирусов, бактерий, которые происходят в воздухе. Это все падает иммунитет. И плюс еще неправильное питание. То есть, во-первых, не вовремя питаются. Они всякие, где кушают гамбургеры или там хлопья, или какие-то эти картошки жареные. Не питаются правильно. Родители работают, и они не успевают натурально готовить супы, как наш. Раньше готовили родители первое, второе, третье. А сейчас этого здесь у детей нет. Они питаются неправильно, не спят, нервничают. И вот это все. Поэтому у них это развивается. И вся пища, очень много сахара. Поэтому здесь сахарный диабет даже у детей уже. А раньше не было? А раньше так не было, нет. Но при этом живем мы дольше. А живем дольше. Потому что у нас все-таки медицинские лекарства, они уже, фармакология так продлилась. И она уже медицина стала очень сильно изучать. На клеточном уровне мы знаем, что если там почечные патологии, какие почечные препараты, вот именно чтобы на мелкие молекулы действовали, на атомы действовали, и могли предотвратить ухудшение работы почек. Поэтому фармакология очень сильно развилась, и они продлевают, если почки выходят, печень выходит, сердце выходит из строя, они продлевают действие функций вот этих органов, и искусно продлевают. Они поэтому искусно больше лекарства принимают и проживут дольше. Но в самом деле... Заболеют раньше, но проживут больными дольше, да? Скажите, а как вы относитесь... Вот сейчас все говорят, и сейчас такой вот бум идет, да, искусственного интеллекта. Как это вообще влияет на вашу область? Хорошо это или плохо? Ну, знаете, вот когда мы учились в медицине, да, нам говорили так, что если больной приходит к врачу, и если больной по беседам с врачом не станет ему и лучше, значит, врач должен был себе свою профессию. То есть больной поговорил с пациентом, с врачом, и ему должно быть лучше. От слов, понимаете? Поэтому говорят, дайте мне лекарство по имени доктор. Понимаете, когда ты общаешься, ты с ним узнаешь изнутри, откуда эта болезнь пришла, чем, как ему помочь, а потом даешь уже лекарство. И больной умертворенно уходит радостный, довольный. Ну и, конечно, у него в руках рецепт, он пойдет и купит. А сейчас вот этот искусственный интеллект, он постепенно переходит как бы... Типа робота. Там вот его интеллект это уже установили во что-то или в чего-то. И уже даже сейчас медицина движется к тому, что больному уже не надо будет идти к врачу, а просто он сходил в унитаз, и унитаз ему дал результат мочи. Больной пришел, например, поставил руку, там какая-то машинка воткнула ему кровь, и там уже все вышло. И по всему этому уже искусственный интеллект уже все посчитал, и сказал, поставил предательный диагноз и дал ему лекарство. И все, он пошел и выпил лекарство. Что к этому идет? Не знаю, может быть, мы, поколение, этого не поймем и не примем, но будущее поколение, так как они все уже в компьютерах, они уже все делают онлайн, им никуда не хочется ходить, им интереснее сидеть, вот они уже живут в своем мире, им интереснее на компьютере набрать, и что-то ему там высветится, все-то ему что-то посчитается, вся информация, которая получена была от искусственного интеллекта. Вот, но не знаю. Это мы их не поймем, они нас не поймут. Но в будущем, конечно, все к этому придет, все будет на искусственном интеллекте. И это достаточно быстро сейчас происходит. Идет, да, достаточно быстро идет. У меня такое впечатление, что это буквально несколько месяцев назад, может быть, это я, так как это в это сейчас больше погружена, но у меня такое ощущение, что несколько месяцев назад это не было в таком объеме. А сейчас каждый день ты постоянно слышишь, что ты читаешь, потому что я на это смотрю как отсутствие, вот вы, как вы сказали, социализации, да, это важное, то есть человек социальное существо, да, а здесь тебя опять загонят, да, вот. В какие-то ранки, в какие-то клетки, но они к этому сейчас идут, и так и детей, особенно вот во время ковида, они уже сделали эксперименты и проверили, что человек может обойтись, не ходить в школу, без никакого общения, получить образование, но они не понимали, как дети жаловались, как они страдали, они в депрессию впадали. Ну тот же самый стресс опять вы говорите. Да, 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 детям нужно общение, людям нужно общение. Детям бегать на перемене, догонять друг друга, общаться, кого-то ударять, как мальчики делают, там подножки ставят. Это тоже какое-то идет общение, этот обмен всякой энергией. И постепенно вот люди становятся такими, нам надо, не знаю. Главное, чтобы нам оставили выбор. Вот вы сказали, чтобы можно, робот, пожалуйста, или живой доктор, пожалуйста. Главное, чтобы этот выбор всегда был. Ну я думаю, все равно еще 20-30 лет, как минимум, выбор еще будет, не меньше. Не так легко наше поколение убрать и уже потом перейти на молодежь, которая будет уже совсем по-другому смотреть на эту жизнь. Надира, вот вы сказали, когда рассказывали про дочек, что вы пытались их убедить не стать врачами, что это тяжело. А что самое сложное в работе доктора? Людям же кажется, ну сидишь, ты к тебе приходят, ты там что-то пишешь, и потом дома покупаешь. То есть примерно такое представление. Ну вот смотрите, что интересно, интересна жизнь. Да, всегда ты думаешь о больном и, так сказать, думаешь, стараешься ему помочь. Да, как бы это благородная работа. Но никогда никакой врач не приходит домой и не отдыхает. Ему, наверное, 10% остается времени для семьи, о детях, о мужа подумать, о нем, о его здоровье. Ты постоянно в голове думаешь о своих пациентах. Начиная с хирургов. Они, например, 72 часа отвечают за здоровье человека. Вот если человек прооперировал в течение 72 часов, он или умрет, либо у него температура поднимется, либо он выздоровеет. Врач всегда думает, например. И также любые специальности. Они приходят домой, они все равно думают, так, я выписал это, выписал это, там все нормально. Ой, а как же там мой тот больной что-то? Они заходят в компьютер, проверяют. Также фэмили доктора, у них покоя нет, потому что анализы приходят и днем, и ночью. Все это электроны же приходят. Они все идут, даже ложатся спать, они открывают компьютер, они смотрят. Даже я, я не фэмили доктор. Я смотрю, все ли у нас там спокойно, все ли в порядке, не пропустил ли что-то там, понимаете? Потому что фэмили доктора получают с госпиталей днем и ночью репорты, и любой ее пациент попадает в госпиталь, репорт приходит к фэмили доктору. Также специалисты тоже. Они принимают, а потом им же надо читать. Например, наши кардиологи. Они все приходят домой, ужинают, а потом садятся до 1, до 12, они читают все эти репорты. Результаты. И они должны дать результат на завтра, чтобы завтра ресепшн мог отправить к фэмили доктору результат. Поэтому также и гастроэнтрологи, и пульмонологи, и все, как же там мой больной кашляет. Так, по действиям у лекарств этой линии. Поэтому ты всегда, твои мозги думают о ком. Ты отключен, да? Ты отключен, да? Поэтому специальность врача нелегкая. Можно стать врачом, но чтобы быть хорошим врачом, я считаю, что все равно надо не только родиться, а как-то жить в этом, воспитаться и, не знаю... И любить. И любить. Любить людей. Любить свою профессию. А вот вы, как вы, да? Я знаю, что вы ведете очень активный образ жизни. Да, и хочется спросить, а как вы поддерживаете вот этот баланс, и что вы еще делаете? Ну, что же так, чтобы просто со зрителями поделиться вашей жизнью вне докторского, да, вне профессии? Вне профессии. Ну, во-первых, быт, дети... Вы готовите? Там, да, я готовлю, конечно. Готовлю. Но сейчас я большие внучек подтянула. Уже как им 12-13 исполняется, я уже их говорю. У них очередь своя, кто когда готовит ужин на завтра. То есть мы не получаем так, что вы сегодня изготовили, потому что им все поздно приходят. И мы все готовим, и на завтра, и на выходные мы они пекут, и тоже на неделю себе на ланч носим. Пекут? Да, да, пекут, поэтому ланч тоже... Пока были маленькие, мне приходилось 5 вот этих коробочек, а им снэк, пи им снэк, вот этот раскладят по 5 коробочкам, значит, одну клубничку, по одной клубничке, так вот по одному фрукту или ягоде. Было такое время, когда только дети уехали учиться, а эти были еще маленькие, а сейчас они уже подросли. Вот, ну плюс еще у нас большой узбекской комьюнити. Я раньше как-то организовывала праздники, там пикники. У нас есть традиционное блюдо. Сумаляк мы варили, это 24 часа варишь в больших котлах. Вот, женщина собирается, мужчины нам там уголь подкидывают или газ, включаясь, следят. Это уже здесь, в Канаде? А уже потом вот три года назад организовала, или два, когда я уже забыла, в этом году три года будет, организовала уже официально узбекское комьюнити и стала уже как бы официально работать. И у нас все-таки нету здесь консульства, у нас консульство там в Вашингтоне, и с ними вместе поддерживаем связь, они мне подсказывают, говорят, где что надо провести. Например, недавно у нас были выборы, и мы референдум участвовали, собрали машины, парад машин сделали с этими флагами, да, праздники проводим, наврузы там, это весенние фестивали, подсветка фонтанов на День независимости делаем, тоже парады там делаем, конференции делаем. Так что вот собираем, это как бы поддерживаем людей в наших традициях, потому что туда приходят с семьями, с детьми, и все говорят на нашем же языке, чаще всего мы стараемся говорить, чтобы дети слышали речь, и дети знали наши традиции, праздники. Вот мы хотим как бы вот поддерживать наше комьюнити со всеми традициями. И плюс мы приглашаем гостей, чтобы о нас вот в этом году был большой праздник, где было больше 400 человек, были разные представители комьюнити, члены парламента, местные власти. То есть мы знакомили свою страну с Канадой, потому что канадцы не знают Узбекистан. Когда им говоришь Узбекистан, они говорят, а, Афганистан, Казахстан, вот так вот, да? Ну вот сейчас стали потихонечку о нас узнавать об Узбекистане. Поэтому это тоже интересно. То есть стараюсь как-то немного вот отвлекаться, и не только вот медицина-медицина, а надо вот чуть-чуть... Когда ты думаешь уже о другом, новая идея приходит, а в этом раз возвращаешься к медицине, там, вечером, например, проверяешь расписание, где, в каком офисе что происходит. И опять включаешься уже с новыми мыслями, с новыми идеями. Поэтому, не знаю, мне это не мешает. Ну, как вы и сказали, да, получается вот этот баланс, да, отдыха и работы, да, вот если его соблюдать для того, чтобы минимизировать стресс и для того, чтобы собственное здоровье поддерживать. Да, на определенном уровне. Здорово. Спасибо большое. Я предлагаю продолжить. Да, и в следующий раз мы будем говорить о сердце. Хорошо. Начнем с сердца. Пожалуйста. Спасибо. Это была программа «Будьте здоровы». И у нас в гостях была Надира Иудашева. Мы продолжим наш разговор на следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова